Число больных коронавирусом растет все быстрее. Что делают врачи? И внедорожник не гарантия. В Краснощоковском районе собирают подписи против бездорожья. Ралли «Шелковый путь» вновь вернется на Алтай. Где пройдет финальный заезд гонщиков? Число больных коронавирусом в крае растет все быстрее. За прошедшую неделю прирост составил 31%. Ежесуточно в Барнауле скорые в среднем принимали по 1300 вызовов при норме в 700. В связи с обострением эпидситуации в трех медучреждениях за прошедшие выходные дополнительно развернули ковидные стационары. И сегодня принимать пациентов с ковидом начали в ЦРБ Бийска. Таким образом, на сегодняшний день пациентов с диагнозом коронавирус принимают в 19 медучреждениях края. В минувшую субботу 60 коек перепрофилировали в Центральной больнице Рубцовска, 40 в Тальменской ЦРБ и 250 в Третьей Барнаульской больнице. Всего за прошедшую неделю для пациентов с коронавирусом дополнительно отвели 671 койку. Их общее число на сегодня чуть больше 3500. В общей сложности насчитывается уже 19 ковид-стационаров. В ближайшие дни к ним присоединится еще два отделения. Госпитали планируют развернуть в Павловской ЦРБ и Барнаульской больнице номер 12. Жители края вторую неделю штурмуют мобильные пункты вакцинации. Правда, быстро привить всех желающих не получится. Темпы кампании упали в два раза. Причин несколько – недостаток в кадрах и перебой с поставками вакцины. Однако в Краевом Минздраве сегодня заверили, что еще есть недельный запас. Но наш следующий сюжет не столько об этом, сколько о росте заболевших и о том, кому прививка противопоказана, расскажет Валентина Аскерова. Все же тут же, горчки и мусорка, а с дают вакцинацию делают. Кто-то возмущается, а кто-то покорно ждет защиты от вируса. Ажиотаж у дверей мобильного пункта, где прививают от ковида, небывалый. Люди, несмотря на дикую жару, отстаивают длинные очереди. Привиться в поликлиниках они сейчас не могут. На поселке Южном в данный момент не было. Они только что поехали. Привезут они ее или не привезут – непонятно. На вопросы записи по телефону тоже это очень длительное время пройдет. А здесь это делается все как мобильно. Ежедневно в Крае прививают 7 тысяч человек. Вот только цифра эта могла быть в два раза больше. Будь больше кадров и не будь перебоев с поставками вакцин. Возник, скажем так, сверхспрос на вакцинацию. На мобильных комплексах на сегодняшний день от 150 до 200 человек вакцинируются. Ситуация с вакциной выравнивается. В выходные дни у нас поступило порядка 40 тысяч доз. В ближайшие 5 дней мы еще ожидаем 38 тысяч доз. На сегодняшний день в каждой поликлинике есть возможность вакцинироваться. Прививаться от ковида или нет – это вопрос, пожалуй, из разряда пристегиваться в машине или же нет. В большинстве случаев ремень безопасности спасает водителям и пассажирам жизни, но при этом может их травмировать при аварии. То же самое и с вакциной. Если рассуждать статистически, то количество умерших после ковид-прививки гораздо меньше, нежели тех, кому она помогает от осложнений. Правда, тут тоже нужно быть бдительными. Существует группа людей, кому вакцинация противопоказана. Анафилактическая реакция, беременность и период вскармливания. Не ставят прививку и детям. А что касается людей с аутоиммунными, то и со сложно поддающимися лечению заболеваниями, то прививать их можно, но с осторожностью. В случае, если первый компонент будет поставлен и не будет отмечаться никаких иных осложнений или тяжелых реакций, ко второму компоненту противопоказаний нет. На сегодняшний день в Алтайском крае от момента применения первой вакцины с 14 сентября 2020 года осложнений не зарегистрировано. Только за прошлую неделю число заболевших коронавирусом стало больше на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Если же сопоставиться аналогичным периодом прошлого года, то и ПИД-обстановка осложнилась в разы. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее и страдают от него в основном люди трудоспособного возраста. Власти уже подумывают ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан – медиков, госслужащих и специалистов в сфере услуг. Проект постановления подготовлен и уже на этапе согласования. Принять его рассчитывают на этой неделе. Валентина Скирова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Сегодня жители края пережили самый жаркий день атмосферного фронта, который накрыл наш регион. Столбик термометра в Барнауле поднялся до плюс 35 градусов, а в некоторых районах региона и до 38. Уже завтра температура должна понизиться на несколько градусов. Но по прогнозу метеорологов, жара в целом простоит у нас еще две недели. Отдых у воды для некоторых обернулся трагедией. Только за последнюю неделю ЧП случилось на озерах Горькое и Желанды в Егоревском районе, на реках Кулунда в Тюменцевском и Маралиха в Краснощоковском районах, а также в Барнаульской Власихе. В общей сложности утонуло пять человек и четверо мужчин и одна женщина. Отметим, все случаи зафиксированы на диких пляжах, спасатели предостерегают. Купаться разрешено только на санкционированных пляжах, где угроза для жизни минимальна. Водная стихия коварна, поэтому важно соблюдать и элементарные правила поведения на водоемах, не входить в воду уставшим, не нырять в незнакомых местах и не плавать в одиночестве. Если человек рядом с вами почувствовал себя плохо, сразу же вложите его в тени на месте, продуваемом ветром. Заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Спасатели рекомендуют, не находитесь долго на солнце, во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной бор обязателен, пейте больше воды и не злоупотребляйте спиртным. К слову, жаркая погода это не только повод быть внимательнее на воде, но и аккуратнее обращаться с огнем. В последнее время количество пожаров в крае снизилось до 20 сутки, Однако в сложившихся погодных условиях костры разводить совсем небезопасно. В Краснощоковском районе собирают подписи против бездорожья. Жители села Новошипунова устали застревать в грязи и скатываться с дороги в кювет. Уже пять лет они мучаются и буквально на ощупь крадутся по небольшому участку, который соединяет несколько населенных пунктов с районной трассой. Анастасия Дороган продолжит. А где тут не упадешь? Смотри, как курская дуга. Время мирное, а жертвы есть. В июне под селом Новошипунова с дороги съехал молоковоз. Сам выбраться не смог. Здесь он и езжал. Потом здесь трактор приходил и его отваливал. Поэтому такие ситуации бывают нередко, что машины стаскивают. Всего семь километров, но весной, осенью и в дождливую погоду и они становятся настоящим испытанием. На счету этого небольшого отрезка десятки опрокинутых машин по-другому, так скажем, покрытие этой дороги не справляется. Эти семь километров соединяет село Новошипунова с трассой. На большую дорогу через поселок выезжают и жители еще двух населенных пунктов. Направление стратегическое. Правда, состояние его говорит об обратном. Каждый день здесь проезжает несколько десятков машин. Тревожность водителей растет вместе с уровнем осадков. Вот она желтая. Вот видно, это глина. Небольшой дождь и уже заносит. По словам жителей, проселочная эта дорога была всегда. Но раньше покрытие удерживал щебень. Лет пять назад его не стало, дорога размякла. И теперь функцию спасателей выполняют сотрудники ближайшего агрохозяйства. Нет, ну, естественно, когда свои машины сопровождаются, тут уже без звонков посылаешь автомобиль, допустим, груженный, и сопровождает его трактор. Летают чаще всего не местные, потому что местные уже осторожнитесь, уже потише едут или сразу с сопровождением едут. И сколько раз в день может быть вызовов? До пяти, до десяти вызовов точно может быть. В летний период проводится неоднократное агридирование этого участка дороги. Но отсыпки, на мой взгляд, к сожалению, маловато проводится. Упасть автобус с детьми. Могли и машины столкнуться, потому что невозможно разъехаться на такой дороге. Сами понимаете, вот из-за этого люди собрали подписи, чтобы как-то привлечь внимание властей на данную проблему. Все село будет за, чтобы этот участок дороги отремонтировать. Горе участок – дорога регионального значения. Поэтому подписи активисты адресуют скорее краевым властям. Люди считают, что пора положить конец этой рулетке и сделать дорогу, которой пользуются несколько тысяч человек, безопасной. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле заработали сразу два новых детских сада. Их построили в рамках реализации нацпроекта «Демография». На строительство ушло порядка 545 миллионов рублей. Накануне городские чиновники провели приемку учреждений, расположенных по адресу Сергеевского, 38 и 39. Новые здания оснащены музыкальными и спортивными залами, классом рисования, кабинетами психолога и логопеда, и даже мультстудией. Для детей с ограниченными возможностями оборудованы пандусы и лифты. Оба детсада смогут принять чуть больше 600 ребятишек, из них 270 ясельного возраста. Мы знаем, были проблемы с доставкой ребятишек в детские сады из этих микрорайонов, и приходилось уезжать общественным транспортом. Сам лично несколько раз сталкивался, когда детей переполнен автобус, значит, пытались посадить и не могли. Поэтому я считаю, что сейчас такой проблемы и не будет, и это тем самым будет положительно для, будем так, самих детей. То есть никаких стрессов в юном возрасте они не будут получать, потому что все детские сады находятся в шаговой доступности. Всего в ближайшие два года по нацпроекту «Демография» в Барноле планируют обеспечить местами в детсады более двух тысяч детей. Ралли «Шелковый путь» вновь вернется на Алтайскую землю. В связи с закрытием границ с Монголией из-за сложной эпид-обстановки организаторы изменили маршрут гонки. Она снова пройдет в алтайских селах Расказики и Акутихи. Случится это уже завтра, 6 июля. А вот чем запомнился второй топ ралли, что состоялся в нашем крае в прошедшую субботу, расскажет Дмитрий Дроздов. Сегодня село Расказика, по-настоящему центр мировых гонок. Ралли «Шелковый путь» сегодня здесь, в Алтайском крае. Прямо сейчас за моей спиной собралось больше тысячи людей. Экипажи уже прибывают. И долго мы ждали этого дня. И, наконец-то, этот момент настал. 91 экипаж. 32 страны проедут более 5000 километров. Первый спецучасток был Омск-Новосибирск. Это 80 километров. Кстати, это самый короткий участок за всю гонку. И давайте я озвучу результаты первого заезда. Тем более, там есть и наши российские победы. В разделе «Камазы» первым пришли наша команда «Камазмастер». Вторые пришли белорусы. И третий еще один экипаж из России, команда «Камазмастер». В зачете автомобилей победу на этапе одержал россиянин Денис Кротов. Вторым стал представитель Салдовской Аравии Язид Аль-Раджи. И третьим француз Герлен Чичери. В зачете мотоцикла в первом стал аргентинец Франко Каиме. Второе место занял «Росбранч» из Ботсваны. И третье время показал француз Адриен Ван Беверин. Гонщики приезжали на старт после первого этапа из Новосибирска. Их встречали чисто по русским традициям – каравай и баян. Ралли «Шелковый путь» – это гонка с вековой историей. Так и на нашем этапе удалось познакомиться с самым возрастным участником ралли – итальянцем Альду Винклером. Ему 64 года, и он продолжает вести борьбу за золото. Но на трассе он не один. И его сын также участвует в этой гонке. И, по словам отца, молодое поколение сегодня шустрее. Я занимался автогонками с 1986 года по 1995. Потом сделал небольшой перерыв, а сейчас я опять решил вернуться назад. Вместе со своим сыном. И решил повторить свои собственные приключения. Помимо гонок для болельщиков была приготовлена и концертная программа с выступлением творческих коллективов и розыгрышей призов. В этот день все шло идеально. Шептала погода, не атаковали комары. Спортсмены и зарубежные журналисты с радостью с нами общались. Мы сюда приехали вместе с моим мужем. Он здесь работает фотографом, а я занимаюсь созданием контента для социальных сетей. Например, снимаю истории, делаю разные видео, выкладываю их. И пишу также пресс-релизы о том, что здесь происходит. Это очень красивое место. Лес, прекрасные дороги. Это очень интересно для нас. Люди нас поддерживают. Они действительно очень прекрасные. Получилось нам показать третий результат. Нормально. Сейчас в первые дни главное не ошибаться. Ехать стабильно и держать там свой темп. Тут в первые дни много особо не выиграешь, но проиграть можно много. Поэтому нужно осторожно начинать. Однако не все так гладко. Стало известно, что ралли «Шелковый путь» меняет маршрут. Причина – закрытие границ Монголии из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. На срочном собрании решили, как быть дальше. Было два варианта – менять маршрут или отменять гонки. Вторую идею отбросили. В итоге вместо 12 этапов гонщики проедут 6. Финальный заезд с награждением состоится 6, а не 12 июля в Горно-Алтайске. Второй этап для российской команды выдался успешным. В зачете грузовиков победил экипаж «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Также победа и в разделе автомобилей. Экипаж Владимира Васильева обогнал французов. Ну что, прямо за моей спиной стартует еще один экипаж России. «КамАЗ-мастер» Айрат Вардеев, его команда. И прямо сейчас мы просто окажем с вами все в пыли. Вот так мы и работаем, дорогие друзья. Зато какие эмоции, какие довольные лица у зрителей. Жители села Расказиха тоже надолго запомнят этот этап. По их словам, с одной стороны, они испытали огромную гордость за село, через который прошел шелковый пульс. Другой есть и осадок. На месте гонок осталось много мусора. Селяне надеются, что 6 июля в очередной этап заезда зрители будут более благосклонны к алтайской земле. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Укротители драконов. Теперь так можно смело называть журналистов нашего медиахолдинга. Команда сибирской медиагруппы успешно выступила на кубке погребли на лодках драконах. Она стала серебряным призером водных заездов, которые получились и яркими, и эмоциональными. Но не обошлось и без курьезов. Подробности об этом в сюжете Дмитрия Дроздова. Ну что, это первые соревнования среди журналистов по такому необычному виду спорта, как гребли. Но сегодня не на байдарках, но сегодня мы будем соревноваться на таких замечательных лодках под названием Драконы. Регламент очень простой. Полуфинал. Выигрываем, проходим в финал. Но там дальше уже только борьба за золото. Наша команда, сибирская медиагруппа, уже готова. Честно, мы будем бороться только за победу. И чтобы поддержать интригу этого сюжета, если сегодня сибирская медиагруппа побеждает в финале, то мы сразу после финиша окунаемся в воду. Ну, или я один это сделаю. Ну, в общем, что-то такое интересное будет. Поэтому сейчас наблюдаем, как наши соперники уже готовы. Здесь спасибо надо сказать организаторам, в том плане, что они дают возможность сделать такой круг подсчета, вокруг гребного канала, чтобы вообще понять, что это такое. Потому что здесь абсолютно все впервые пойдут по воде. От этого будет еще интереснее. Вместо микрофона в руках весла. Акулы-пера на водной гладице шли, чтобы покорить драконов и испытать себя. Всего шесть команд. Сборная журналистов, общественная палата, пресс-секретари и блогеры. Сначала жеребьевка, а потом символичный парад открытия. Я вам всем очень благодарен, что вы приняли, прошли время, приняли участие. Такой еще день, день журналистики спортивной. Ну, то есть, все сошлось. Погода, праздник, настроение и пятница. Настрой собравшихся передали бодрые кричалки в сторону соперников. Мы зеленые медузы, мы похожи на арбузы. И сегодня все медузы победят всех карапузов. Дмитрий Викторович, расскажите про данные лодки. Я только знаю, что они называются драконы. Что они из себя представляют? Дракон это драгонбот, его еще называют. Это лодка Д-10, когда в лодке находятся 10 грибцов. 5 справа, 5 слева. И барабанчик с рулевым. И есть лодки большие, в два раза больше. Это Д-20, где справа 10 грибцов и слева 10 грибцов. Грибцы грибут однолопастным коротким веслом, как в кануе, только оно короче, значительно короче. И барабанчик задает определенный ритм спортсменам, для того, чтобы они слаженно грибли, как можно выше, поддерживая скорость. А рулевой направляет максимально ровно по водной акватории лодку Дракон. Каждый заезд был полон борьбы и эмоций. Команды отвоевывали буквально каждый сантиметр лидерства. Но в итоге сибирская медиагруппа уверенно выиграла свой первый полуфинал. Несмотря на возникшие проблемы с плавсредством. В финале мы отправились за золотом, но не хватило пару сантиметров. И Dream Team сибирской медиагруппы забирает серебряные медали турнира. Но несмотря на то, что мы не стали чемпионами, мы все равно прыгнули в воду. Бронза у пресс-секретарей, а золото у команды общественной палаты. На награждении все серьезно. Медали и чемпионское шампанское в кубке. Вот на такой положительной ноте и завершается наш первый кубок журналистов по гребле на драконах. Дмитрий Драсс, зовут Дмитрий Денисов. День с толком.